Научная дисциплина дендрохронология основана на изучении годовых или годичных колец древесины и используется в различных сферах, включая и археологию. Нередко даты дендрохронологии используются в качестве калибровки и проверки радиоуглеродного датирования. Этим методом часто устанавливают возраст картин, написанных на деревянных панелях до использования холстов. Иногда панели из крупных европейских музеев оказывались младше авторов, которым приписывали их создание, а бывало и наоборот. Некоторые картины, считавшиеся копиями, оказывались оригиналами. Однако стоит отметить, что не каждое дерево подходит для точных датировок. К примеру, с тополями такой метод неэффективен. Археологические памятники Средиземноморья богаты находками обугленных оливковых деревьев, а в опубликованной недавно работе исследователи обратили внимание на датировки извержения вулкана Санторин или Тира в Игейском море Греция по годичным кольцам оливкового дерева. Датировка основывалась на предположении, что самое внешнее кольцо было сформировано непосредственно перед извержением. Извержение Санторина было одним из крупнейших вулканических событий в истории и является ключевым в археологической хронологии по всему Средиземноморью, включая не только европейскую его часть, а также Сирию, Ливан, Израиль, Иорданию, Египет и Турцию. Считалось, что извержение произошло в шестнадцатом веке до нашей эры, после начала эпохи нового царства в Египте. Радиоуглеродные датировки археологических объектов указывают на диапазон 1570-1544 годы до нашей эры. Однако радиоуглеродные даты органического материала из Эгейского моря, связанные с извержением Санторина, дают возраст 1683-1617 годы до нашей эры, что почти на столетия старше, чем археологическая хронология. Обсуждаемые даты по оливковому дереву, погребённому под золу и пеплом после извержения, дали возраст 1627-1600 годы до нашей эры. В новом исследовании учёные из Израиля выясняли, действительно ли самое внешнее кольцо в оливковых деревьях означает последний год жизни дерева. В процессе исследований изучалась древесина оливковых деревьев, выращенных на севере Израиля, с использованием метода радиоуглеродного датирования высокой точности около одного-двух лет. Точность датировок обеспечена ядерными экспериментами в тропосфере в 50-х годах прошлого века, когда уровни углерода-14 удвоились за короткий промежуток времени, после чего эксперименты были запрещены на международном уровне, и количество углерода-14 постепенно снижалось. Это явление называют пиком бомбы или импульсом бомбы, что позволило более точно откалибровать полученные даты из экспериментальных образцов, посаженных в 30-х годах прошлого века и срезанных в 2013 году. В исследовании принимали участие два образца древесины. В первом случае дерево было спилено живым, а во втором — через несколько лет после смерти. В результате учёные выявили возможную ошибку, указывая на то, что радиоуглеродные даты последнего сформированного кольца дерева по окружности хронологически неоднородны и могут отличаться на несколько десятилетий. Возраст древесины, расположенный ближе к коре, не соответствует последнему году жизни и может указывать на дату на 40-50 лет раньше, чем погибло дерево. Тем самым исследование ставит под сомнение датировки по обугленным останкам оливковой ветви после извержения вулкана Санторин. Также исследователи отмечают, что радиоуглеродные даты, полученные из вулканического материала самого извержения, по-прежнему представляют собой надёжные доказательства того, что извержение произошло в 17-м веке до нашей эры. И в целом исследование указывает на то, что визуальная идентификация возраста по годовым кольцам в оливковом дереве невозможна, что подтверждено и предыдущие исследованиями, в которых даже высокотехнологичные методы, такие как энерго-дисперсионная рентгеновская спектроскопия и нейтронная визуализация, не помогли идентифицировать границы годичных колец в оливковых деревьях, потому как олива европейская или маслина культурная не систематически производит видимые кольца роста и что прекращение роста является обыденным для неё явлением. Таким образом, любые исследования, основанные на археологически сохранившейся оливковой древесине должны учитывать эти факты.